Фамилия Хахам для ульяновцев послевоенного периода хорошо знакома. Анна Ировна Хахам преподавала французский язык в 1, 7 и 38 школах, а Яков Моисеевич работал печатником-наборщиком в типографии ульяновской правды. В годы Второй мировой войны они оказались во Франции, где сражались против фашистской Германии. В Государственном архиве Ульяновской области хранится фонд супругов Хахам. Ханна Хая Барановская, впоследствии Анна Ировна, уроженка Бессарабии, спасаясь от жестоких репрессий и интервентов румынских захватчиков, в 1935 году нашла пристанище во Франции. В том же 1935 году она становится членом французской коммунистической партии и встречает свою судьбу. Ее мужем становится тоже бессарабец Яков Моисеевич Хахам. Вот этот снимочек сделан на улицах Парижа перед войной. В 1941 году они оформляют советское гражданство, но переехать не успевают. Начинается война. Яков Моисеевич идет во французское сопротивление. Анна Ировна в 1941-1942 годах помогает партизанам, а потом становится связной французских коммунистов. В апреле 1943 года она попадает в застенки французской тюрьмы Рокет, а спустя год ее с другими сокамерницами отправляют в лагерь Равенсбрюк. В дальнейшем Анну Хахам переводят в лагерь смерти Берген-Бельзин. Многие из руководства лагеря на тот момент разбежались, оставались только вертухая на вышках. Единственная вода, которую можно было там найти, капала из трубы в крематории, а из еды гнилая брюкова в подвале. Начинались повальные болезни и мор. И вот они однажды из барака подходят и видят какая-то палатка, заглядывают в нее, а в ней штабелями лежат трупы. То есть фашисты уже их в крематориях даже не сжигают, а просто сваливают. Причем поначалу как-то действительно укладывали ровно с этой немецкой педантичности, а потом уже, он говорит, что там некоторые женщины, вот как их скрючила эта смерть, они вот в этой позе застывшие, кто-то там со сжатыми кулаками, кто-то с запрокинутой головой. Лагерь смерти Берген-Бельзин стал одним из немногих добровольно переданных немцами союзным войскам. Это произошло в апреле 1945 года. После войны в ноябре 1947 года Хахам переезжает в Ульяновск. Анна Ировна не раз ездила к своим сестрам во Францию, интересовалась французским сопротивлением, вела переписку с зарубежными подругами. Ее не стало в 1992 году. Ее муж скончался почти на 10 лет раньше.